Вокзал для троих. Это не ремейк известного художественного фильма, а история одной семьи. Из-за юридической коллизии семья Сушко фактически бездомна. Хоть и крыша над головой есть и документы в порядке. В паспорте у них прописка на вокзале, а в мечтах свое нормальное жилье. В тонкостях вопроса разбиралась Ирина Баглай. Их адрес не дом и не улица. Их адрес вокзал. Дом для семьи Сушко это две комнаты на втором этаже вот этого здания вокзала станции Боярка. 45 лет они встречают и провожают поезда ежедневно. Вот прописка. Город Боярка, МПС-1, квартира 2. МПС-1 раньше расшифровывался как министерство путей сообщения. Министерства уже и в помине нет. А для Виталия Сушко это дом родной, по паспорту. У младшей сестры вообще местом проживания указан вокзал. Нежилое помещение еще в середине прошлого века предложили старшим Сушко, железнодорожникам. Пообещали со временем дать квартиру. Спустя годы бабушка все же добилась своей 14 квадратов малосемейки. Но вся семья переехать не смогла. Хотели, чтобы мы туда все перешли. Мама, брат мой и я с сыном. Но по закону нас не захотели там прописывать. И железной дороги ничего не осталось, как перевезти на меня с сыном лицевой счет. Без газа и воды только электричество. И то, если не отключают во время ремонта на станции. Две комнаты и вот такое универсальное помещение. Ванна, туалет и кухня три в одном. Провести водопровод вокзал не позволяет. По воду вот с такой тачкой люди ходят к колодцу почти за километр. Моемся. Корыто, таз, короче, водичка. А летом мы наглеем будем, так говорить. Мы берем, греем воду, выходим и прямо вот здесь вот возле дома обливаемся, когда уже темно. Но есть и плюсы. За коммуналку не платят, ведь газа нет. А во время реконструкции станции в комнатах бесплатно поменяли окна. Правда, после ремонта фасадов пору браться за ремонт внутренний. Только денег нет. Сетуют хозяева. Спальник лечет вся и цветет. Семья Сушко все же надеется получить нормальное жилье. Однако на железной дороге не видят оснований давать им квартиру. Жильцы станции у них не работают. А значит и претендовать на что-то права не имеют. Да и сомневаются здесь в достоверности вокзальной прописки 40-летней выдержки. Их никто сегодня не выгоняет. Но мы вынуждены будем провести, обратиться в органы внутренних дел, провести проверку законности регистрации. Нельзя регистрировать, где попало. Ситуация действительно нестандартная, а с юридической точки зрения и вовсе абсурдная. По закону граждане, проживающие более 15 лет в помещении, могут его приватизировать. Но только если оно жилое. Что же делать в этом случае? Закон молчит. И все же юристы советуют семье побороться за свое право на собственный дом. Особо есть возможность через судовую порядку набути право властности на это майно. Но как они могут приватизировать, если это не жилье? Как они могут приватизировать? Это наш вокзал. Стать на квартирную очередь в городе семья тоже не может. Ведь в советские времена жильем их обеспечила железная дорога. В этой папке 30-летняя переписка Антонины с властями. И везде ответ один. Не кипишуйте, жилья нету. Пусть ваши дети работают, собирают деньги и покупают себе жилье. Вот так и живет семья Сушко. Вроде с крышей над головой, но без права быть хозяевами в своем доме. Ирина Баглай, Павел Лысенко, Александр Пономарев. Подробности телеканал Интер.